Какие ощущения после игры? Эмоции только положительные, потому что первая игра на турнире очень важная. Нужно хорошо вкатиться в турнир и показать хорошую игру. Впереди еще две игры с тем же соперником. Как отнеслись к этому? Что сам думаешь? Выбор соперника от нас не зависит. От нас зависит только наша игра. Поэтому мы будем играть с другими соперниками и уважаем любого соперника. Как вообще показал себя молодой состав в Сочи? Ребята бились, цеплялись, кусались. Мне было приятно играть. Хороших соперников. Что ты думаешь по поводу организации турнира? Нам не очень привычно тренироваться в субтропическом климате. Но благодаря нашим тренерам и персоналу мы смогли привыкнуть к нему. И вполне комфортно себя в нем чувствуем. Как вообще лед? Нравится ли лед? Безусловно, лед на высшем уровне. Мы давно не катались, очень соскучились по льду. Давно не было игр у нас. Это очень классно. А вот это ощущение на улице очень тепло, в помещениях достаточно прохладно. Всегда не мешает это? Нет какого-то страха? Да нет, в принципе, нет никакого страха. В принципе, все нормально. Удается ли поплавать? Остается ли время? Ну да, время есть. Вечером бывает с ребятами сходим, поплаваем море. Ты хорошо плавец. Отлично. Что ты можешь сказать про безопасность, которая обеспечивается? Организация турнира на высшем уровне. Безопасность, соответственно, тоже. Мы не контактируем ни с кем. Выезжаем с базы на лед. Играем игру и возвращаемся обратно. Все максимально безопасно. Первый матч на турнире закончился уверенной победой. 6-0. Какие ощущения остались? Доволен ли ты сам, как стартовали? Да, конечно же, победа самая главная. Тренеры сказали, что не важен результат, важно самосодержание игры. Выполняли их установки, старались играть по заданию. В принципе, все получилось, я считаю. Игрой довольны. Будем продолжить в том же духе. У Сочи молодой состав был сегодня. И насколько серьезную конкуренцию они смогли оказать? Потому что, может быть, кто-то, кто не смотрел игру, посмотрит только счет, подумает, что все было легко и просто. Тебе как показалось, Сальдак? Нет, ребята молодцы. У них молодой состав, мы молодые. Все бились, все доказывали, что достойное место в составе. Я про команду соперников. Не сразу все пошло легко. Поначалу была небольшая суматоха. Потому что создаем много моментов, но не можем забить. Потом забили одну, вторую, третью. И пошла легче игра. Достаточно много получилось сегодня шайб. Много было движения. Тебе, как игроку защитного амплуана, более атакующему, комфортно в такую игру играть нравится? У тебя достаточно много свободы получается в таких условиях? Да, конечно, тренерский штаб нам дает свободу действия. Конечно же, в мерах разумного. И стараемся в пятером играть в атаке, в обороне, двигать шайбу. Задача больше двигать шайбу между собой. Именно не взял шайбу, побежал. А именно задействовать партнера. Открылся, отдал. Принял передачу, создал момент. Поэтому такая свобода действия, конечно, радует. Очень много играли во втором периоде в меньшинстве. На арене сейчас с медицинским персоналом мы бойцы. Нам дали задания, мы выполняем. Так что хоть в этот же день две игры сыграть. И думаю, все подойдут в общем-то форме, готовые, заряженные.